Уже второй год подряд на Саранской трассе проходят соревнования по мотокроссу, входящие в топ сильнейших турниров страны. Год назад это был этап чемпионата, а в этот раз столица республики примет третий этап Кубка ДСАА в России. Заезды пройдут на трассе, расположенной в районе ТЭЦ-2, на пересечении улиц Энергетическая и Ладыгина. Своё участие в турнире уже подтвердили сильнейшие мотогонщики страны из двух десятков регионов. У нас здесь чернозём в перемешку с глиной и получается как бы сленгом, мотогонческим сленгом, то есть это трасса бетон, грунт-бетон. То есть очень скользко и когда особенно в жару, остаётся чёрный след, рвётся резина. Не скажу, что лёгкая трасса, то есть есть и скоростные элементы, элементы прыжковые, разрывные, ну всяких элементов достаточно. То есть мы старались её сделать, приблизить к такому уровню достаточно нормальному, серьёзному. Часть республики на предстоящем турнире будут защищать порядка 15 спортсменов. Все они являются воспитанниками мотоклуба «Мордовия» и тренером Максима Захарова. Впервые в группе занимаются представительницы прекрасного пола. Ольга Таганова пришла в секцию мотокросса вместе со своей подругой примерно год назад. Сейчас девушки готовятся к первому в своей жизни турниру. Отдельный класс гонок для мотогонщиц в принципе существует, но на предстоящем турнире девушкам придётся состязаться с парнями. Я общалась с человеком, которому нравятся мотоциклы, и как бы тоже начала этим увлекаться, мне стало интересно. Я стала смотреть в интернете всякие видео, узнала, что у нас в городе есть мотокросс. То, что это мотоцикл, мне стало интересно, я пришла, стала заниматься, мне нравится. Для многих наших спортсменов предстоящий старт станет дебютным в карьере. Также в сборной региона 13 есть и опытные мотогонщики. В частности, чемпион страны в классе мотоциклов с объемом двигателя 85 кубических сантиметров Никита Маслов. А также юный Влад Захаров, который, несмотря на свой возраст, уже успел стать призёром крупных всероссийских турниров. В предстоящей гонке он впервые попробует себя в классе мотоциклов 65 кубических сантиметров. Довольно так-то тяжело, потому что он тебя смотрит из города, друзья, друзья-родители, как-то неохота облажаться перед ними. Потом говоришь им, я такой быстрый-быстрый, а приедешь там в конце самым. Ну, поэтому очень трудно ещё из-за этого давление психологическое. Начало предстоящих соревнований в воскресенье 7 августа. Церемония открытия запланирована на 11 часов 30 минут. Сразу после её окончания начнутся заезды. Вход для всех желающих свободный. Юрий Осипов, Александр Зюзяев. Наши новости.